Начнём со скандала дня. Ведущего программы «Чёрное зеркало» чуть было не депортировали из Украины. Все подробности узнаем непосредственно у Евгения Киселёва. Он успел переехать к нам на эфир. Евгений, здравствуйте. Спасибо, что... Добрый вечер. Вот если кратко, вас несколько часов промариновали сегодня в аэропорту Борисполь. Госпогранслужба вас не впускала в Украину, да? Совершенно верно. Кстати, сразу хочу сказать, что к Госпогранслужбе никаких претензий у меня нет. Они исполнители, они были предельно корректны, вежливы и так далее. И когда всё же вас впустили в Украину, чем объяснили произошедшее? Недоразумением. Недоразумением? Чем связано? Пока что это загадка. Я могу только строить предположение. Дело в том, что когда они мне об этом объявили, они сказали, что вот у нас есть распоряжение некоего, неназванного, уполномоченного на то по закону Государственного ведомства Украины, которое распорядилось гражданина Киселёва Евгения Алексеевича в Украину, более не допускать. Почему такое решение принято, на каких основаниях и так далее, мне неведомо. Может, они вас с Дмитрием Киселёвым спутали? Не думаю. Не думайте. Я надеюсь, что ответы мы услышим. Единственное, что я могу сказать, что лично Валентин Наливайченко, руководитель службы безопасности Украины, директор СБУ, позвонил мне по телефону, принёс извинения. Ну, сказал, что это недоразумение, технический вопрос перепутали с другим Киселёвым, другим Евгением, наверное, Алексеевичем тоже, наверное, тоже 15 июня 1956 года рождения, ну, всякое бывает, которое к тому же представляет собой некую угрозу безопасности Украины. Не верю, честно говоря, в такие недоразумения, такие совпадения. Слишком много совпадений, действительно. Я вам хочу сказать, что президент Украины дал поручение разобраться с этой историей. Вы связываете произошедшее всё же с вашей профессиональной деятельностью или нет? Ну, конечно, им ощущение. Возможно, были какие-то предупреждения, какие-то звонки. Никто ни с какими угрозами, как говорится, ко мне не обращался, никто меня не пытался там запугивать, шантажировать. Такого не было. Не буду, как говорится, напрасли, но ни на кого возводить. Но я прекрасно понимаю, что последние дни перед выборами напряжённая политическая борьба. В студии «Чёрного зеркала» вы отлично это знаете, вы свидетель, и вы вместе со мной ведёте эту передачу. Приходят люди, политики, кандидаты в депутаты, общественные деятели, журналисты, которые иногда выступают с очень жёсткими критическими комментариями в адрес сильных мира сего. Кому-то из сильных мира сего могло не понравиться. Ну, я не исключаю даже такое. Знаете, когда такие события с человеком происходят, можно поверить разного рода конспирологические вещи. То, знаете, там у меня есть недоброжелатели по ту сторону российской границы. Я, знаете ли, к так называемой пятой колонии отношусь. То есть к тем людям, которые поддерживают Украину словом и делом. Знаете, у развяза российских спецслужб могут быть длинные руки. Может, они тут, как говорится, постарались такую свинью подложить. Для этого не нужно иметь агентуру на высоком уровне. Достаточно, как говорится, письмо водителя какого-то иметь, который где-то там фамилию Дмитрий Киселев переправит на Евгений Киселев. Но политически, конечно, успокоившись, немножко разобравшись со своими мыслями, я думаю, что на самом деле действуют люди, которые бьют во власть. Которые хотят скомпрометировать, прежде всего, президента страны. Потому что такие скандалы, ну, они, конечно же, мгновенно выливаются в средства массовой информации. Мне уже там и из-за границы звонили мои знакомые друзья, французские, английские, американские журналисты. Вот New York Times об этом статью собирается писать. И всегда это можно использовать против президента, прежде всего. Ну что ж, спасибо, Евгений. Будем ждать результатов расследования, проверки. Поставлю позитивную точку. Завтра «Черному зеркалу» с Евгением Киселевым все же будет. Все смотрите. Спасибо огромное. Спасибо, что встретимся в студии «Черного зеркала». Ведущий программы «Черное зеркало».